В село Байхак Тандынского-Кожона выехали журналисты и члены регионального общероссийского народного фронта. В спортивном центре села Байхак Тандынского-Кожона, директором которого является паралимпийский чемпион Михаил Аюн, с 2015 года не может решиться большая проблема, из-за которой центр медленно ветшает. Как только начинается весна, директор спортивного центра села Байхак Михаил Аюн, паралимпийц Михаил Аюн, залезает на крышу центра и начинает отдалбливать лед. Если он этого не сделает вместе со своими сотрудниками, крыша вся протечет. Впрочем, она протекает и так. Ситуация продолжается с 2016 года и она до сих пор не решена. А именно из этого центра выходят спортсмены и даже олимпийские чемпионы. Спортивный центр Байхаки введен в эксплуатацию в 2015 году. Став его директором, Михаил Аюн был решительно настроен на своей родине в Танды воспитывать и растеть чемпионов по всем видам спорта. Но, как выяснилось, в Дании есть серьезные недоделки. Его изначально сдали с большим браком. Из-за отсутствия вентиляции на крыше скапливается лед, а здание влажное и холодное. Каждую весну с крыши мы снимаем профлист полностью. Долбим лед сантиметров 5 где-то. Потом этот лед счищаем с крыши. Потом неделю-полтора оставляем так, чтобы все высохло сверху. И опять вот этот профлист закрываем. Вот так мы выходим из ситуации. Региональный народный фронт вот уже много лет вместе с Михаилом Аюном, который также является членом ОНФ, бьются во все двери. Недобросовестный подрядчик ушел, гарантийные сроки закончились. Администрация Кожуна отправляет Михаила в Минстрой. Минстрой снова в администрацию. А Михаил Аюн весною латает крышу, летом ремонтирует трубы, округлогодично вместе с сотрудниками белит, красит, замазывает. Но это не выход. Красивый перспективный центр, куда ходят заниматься различными видами спорта ребята со всего Кожуна и в который вложены государственные деньги, на глазах разрушается. Помимо стрельбы из лука здесь занимается вольная борьба, борьба фреш, теннис, бокс. Ну и в этом году мы с работниками посмотрели, нашли, ну мы это и знали, что бадминтон это такой вид спорта есть, олимпийский вид спорта. И тут в начале года мы начали бадминтон развивать среди детей. Ну у нас сейчас на данный момент задача моя и моих работников, чтобы с нашего зала по независимому по стрельбе, хоть с какого вида, хотя бы чемпион России в лекс. Вот такую мы задачу поставили. Михаил Аюн родился в селе Дурген. Стрельбой из лука в лексе в 13 лет. В 1995 году впервые поехал на соревнования за Саяны и в дальнейшем уверенно первенствовал среди юниоров и шел дальше. Мастер спорта международного класса по стрельбе из лука. Он ставит себе задачу, чтобы из его родного района вырастали олимпийцы. Вот и ведет пока неравную борьбу с крышей, холодом и чиновниками. Летом спортсмены занимаются на живописной поляне, где еще тренировалась лучница Елена Тутатчикова и другие именитые спортсмены из Танды. А держит ли Михаил победу? Очень надеемся. Общероссийский народный фронт в Туве и пара олимпийц продолжают борьбу до конца. Центр должен быть.